особое мнение на 101 фм 10 часов и 1 минута в кирове добрый день со своим особым мнением сегодня в нашей студии михаил курашин эксперт в области социальных проектов меня зовут владимир сметанин михаил учислович здравствуйте добрый день как быстро поднеслись события до в кировской области вот сейчас не сейчас вернее я вчера общался с знакомыми с родными многие даже еще не в курсе того что у нас сменился глава региона 10 мая игорь васильев подал в отставку в тот же день был назначен временно исполняющий обязанности александр соколов вчера было представление нового главы пока с приставкой в рио мы вынуждены говорить давайте поговорим для начала об ушедшем губернаторе не секрет что слухи о том что игорь владимирович переберется в москву они ходили очень давно год 23 я не знаю сколько сколько об этом уже по моему по моему даже в принципе можно считать с момента его прихода в шестнадцатом году я точно помню эту дату это был 28 июля был подписан указ президентом назначение его в рио в 2017 году в сентябре он выиграл выборы соответственно вот 17 года на правах законного губернатора у нас трудился но если сейчас почитать комментарии на всевозможных интернет ресурсах если почитать то что люди пишут в социальных сетях то провожают игоря владимировича довольно с негативной какой-то оценкой звучат такие слова как депрессия застой конец святской ссылки и и так далее вот то что произошло 10 мая насколько для вас было ожидаемо или неожиданно для меня честно говоря неожиданно я вернулся в город из из деревни стал читать новости и смотрю-ка ну вот и вот фейспалм буквально случился у меня боже мой что дальше будет у меня примера то же самое то есть я как раз был в пути и начал читать сообщение как бы сначала даже и не поверил в то что это там действительно перечитали еще раз так ну когда по нескольким каналам они прошли да то есть тогда уже начал вчитываться насколько ожидаем но на самом деле мы не раз там в этой студии обсуждали в том числе этом с коллегами вашими вот этот вопрос да то есть это же буквально там грубо говоря с прошлого года я высказывал мнение о том что если эта процедура произойдет то она произойдет до конца марта я ошибся вот до конца марта почему дать простым людям до конца марта потому что ставились какие-то всегда вот эти временные промежутки не знаю для того чтобы новый губернатор был избран ему нужен срок для того чтобы как бы провести кампанию познакомиться с регионом освоится да освоится заучиться связи да если выборы там назначались на сентябрь то соответственно полгода такой стандартный промежуток времени который в принципе обычно выделялся губернатором на то чтобы эти вопросы решить потом была конечно волна связана с тем что с разговорами о том что там выборы могут быть отменены ну и в этой связи соответственно там полгода как таковые они в принципе были не нужны да потому что если вы потом новый губернатор будет назначаться там дума или там президентом и так далее то им у него нет потребности большой объезжать районы знакомиться там как это называется парт активом да там встречаться с людьми да то есть все это можем было бы сделать уже потом вот ошибся я в сроках да то есть действительно это не конец марта это но по сути наверное первая половина мая следует наверно сказать все таки это наверно конец апреля просто уж не стали как бы учитывая этим продолжительные праздничные в принципе да да то есть ошибся на месяц но теперь самое интересное собственно это собственно запуск нового проекта нового губернатора да там в кировской области теперь уже мы понимаем что у него будет там не полгода будет меньше хотя по практике там мы знаем примеры когда ну никто особо и не настаивает и выборы могут перенести еще на год предположим да чтобы дать ему была такая мысль поработать и как бы там будет не полгода там не пять месяцев будет там полтора года для того чтобы поработать и познакомиться но я там надеюсь опять же что и пяти месяцев хватит если там сейчас не заниматься там чисткой где конюшн да там действительно начать знакомиться и погружаться в тему знакомиться с людьми знакомиться с проблематикой и начинать подыскивать себе команду ну пять месяцев это в принципе должно хватить что касается предыдущего губернатора еще я как-то пытался рассмотреть ситуацию с разных сторон и в том числе вспомнил поговорку известную да хорошо что коней на переправе не меняют вроде сейчас не очень простая ситуация для нашей страны и мне казалось что каждый из губернаторов должен оставаться на своем месте дождаться какого-то просветления что ли да более легкого такого более оптимистичного времени но вот это случилось значит таки меняют мне кажется что здесь речь скорее всего нужно потом понимать что скорее всего все регионы поделены на несколько группе те которые решают стратегические задачи те которые решают тактические задачи связанные с обеспечением там вооружением провизии и так далее там кировская область ну даже в свете того что там наш ряд предприятий выполняет военные заказы по большому счету там большой рулей не играет и даже могу там наверное сказать что когда буквально месяц назад с одним знакомым встречался из высоких кабинетов и разговаривали мы о перспективах замены нашего губернатора он сказал а чего вы как бы переживаете у вас как бы все хорошо никаких волнений нет никаких катаклизмов нет у вас как бы ничего не происходит извините мне это напоминает этот сплошной медицинской приборе такой штиль вот и поэтому как бы с точки зрения там федералов ну как бы как регион никак на то есть у вас ничего не происходит но в то же время ничего плохого не происходит поэтому как бы говорить о том что губернатор там не справляется но тоже нельзя да то есть раз никаких там всплесков активности не возникает значит и работа какая-то идет вот там как бы вот это там позиция эта точка зрения она у меня вот в голове там долгое время тоже держалась и поэтому наверное я как и вы согласен с тем что отчасти это лишь там озвучивание факта замены оказалось достаточно неожиданным вот возвращаясь к сказанному уже да о том что довольно негативную оценку дает работе предыдущего губернатора на в социальных сетях в том числе давайте постараемся выделить какие-то положительные моменты но нельзя так прощаться с человеком хоть он и сказал что будет в москве помогать как-то нам я честно говоря не понимаю как там можно помогать нам уйдя уже с этой должности что-то положительное попытаться найти как-то я помню разговаривал с василием алексеевичем киселевым несколько лет назад бывшим мэром избран до первым мэром города и я у него так вскользь спросил как он оценивает работу игоря васильева из эфирных высказываний но это было не эфире вот из эфирных высказываний сейчас можно привести деньги выбивают хорошо из москвы сказал василий алексеевич согласны мы тут вчера в студии студии редакции говорили так деньги вроде всем давали регион вопрос да вопрос на самом деле дискуссионный какова роль именно в том что там выбивались деньги потому что в принципе следует наверное признать что период пандемии стал периодом хорошей экономии для бюджета всех уровней и в первую очередь федерального уровня да и то что представитель правительства михаил мишустин несколько изменил подход в распределении вот этого жировой прослойки то есть не отдав деньги там министерством и минфину отдав деньги регионам ну отсюда и пошли деньги какова роль в суммах и там нашего бывшего губернатора в том что вот именно такие суммы ну наверное какая какую-то роль тоже там он играл другое дело что фактов того что у нас все-таки достаточно высокое неосвоение оказалось по итогам этих сумм это же тоже факт на то есть и здесь говорить о том что там а надо ли тащить такое большое количество денег которые мы осваивать не можем в этом тоже как бы может быть там какие-то не дай бог последствия будут новый губернатор сейчас решит ремонтирует дороги ему сказать слушай парень ты как бы там кировская область там в прошлые года деньги не освоила в полном объеме давай-ка мы и тебе сократим да то есть он как бы окажется заложником этой ситуации будет нести да но факта факт наверное остается тот что там мы действительно там и василию наверное в качестве того чтобы отдать должное мы действительно пережили там коронавирус два тяжелейших года понятно что там при федеральной поддержке но все-таки там система предположим здравоохранения в конечном итоге перестроили преобразовали и там привели в то состояние которое необходимо для подобной ситуации там я считаю что это там заслуга и васильева и дмитрия александровича курдюмова там по поводу всего остального но как представить и гражданского общества могу сказать что там благодаря игорю владимировичу болгая васильева у нас в области возрожден областной грантовый конкурс и сегодня у нас есть возможность привлекать под областные деньги деньги в том числе фонды президентские гранты там не такие большие деньги как были ранее нет а это все это все дальше уже следующий вопрос я вот как раз в ожиданиях того что то есть дверца приоткрыта да и дальше можно вести сам факт того что конкурс возродили опять же ну да он несколько раз встречался с общественниками и сказать что абсолютно непродуктивные эти встречи были тоже нельзя да то есть там общественники обращали внимание на необходимость там создание ресурсного центра ресурс на центр был создан конкурс возродили по пмы и деньги нашли и даже там с перспективной 3 на 3 года то есть вот с точки зрения того что там не все так плохо да там я как бы выскажу мнение о том что есть какие-то единичные моменты которые наверное нужно поставить в плюс а васильеву и считать что вот как бы именно его воля там позволила эти вещи сделать но если в целом конечно смотреть на этот период ну давайте опять же вспомним что мы увидели васильева после никита юрьевича человека энергичного человека открытого человека там деятельного да и обстоятельства при которых произошла эта перемена ну они такие не слишком радостные были бог с ним обстоятельства да там даже в тех обстоятельствах если вы помните комментарии в той же там тех же соцсетях были не только негативные но было и много позитивных и там сейчас даже когда обсуждают там уход васильева многие позитивные высказываются периоде правления там белых вот поэтому после на фоне там никита юрьевича да там человек более зрелый более такой спокойный более консервативный да там и можно же может быть более профессиональный чиновник понятно что он смотрелся не выигрышно и поэтому там может быть многие вещи которые он делал успешно и они просто остались за кадром ну ситуации то разное конечно 16 года до и текущие 22 я имею ввиду тот фон на котором происходит вообще смена главы региона все-таки тогда как многим оказалось человек из москвы прислана для того чтобы навести порядок ну вскоре мы услышали это до словосочетание наведение элементарного порядка понятно что губернатор ушел не просто так мы это сами с возбуждением уголовного дела и надо было что-то наверное кулаками то тут поработать мы с вами как жители ведь оцениваем не потому что там кто чего пришел с какими задачами на это мы оцениваем то как на улице чисто какие цены в магазинах и как повседневная жизнь собственно поэтому сказать что там после белых за период правления васильева там ситуация сильно изменилась да ничего не поменялось но мне еще как всегда казалось что игорь владимирович как человек пришлый если уж выражаясь да по простому все-таки человек прошедший свои институты университеты свой послужной список и так далее как мне казалось он вязких чиновников как 20 депутатов всегда заставлял при осаднице поработать головой быстрее не знаю ногами руками быстрее но когда с тобой рядышком находится человек имеющий серьезный бэкграунд наверное или нет не соглашусь как бы он решил что ход мысли у него возможно был какой-то иной более быстрый не знаю он решил что в принципе он в состоянии сдерживать информацию сдерживать ситуацию и там его команды достаточно будет для того чтобы собственно там управлять регионом но как показала практика там что с его командой произошло мы все знаем да там как показала практика выборы в законодательное собрание где по факту он ну скажем так не принял должного участия как губернатор да то есть предыдущие 2021 года привели к тому что там назвать сейчас очень эффективным наш законодательный орган не представляется возможным да то есть и как бы вот это все в купе поэтому там ну может быть чуть-чуть чуть-чуть недооцененным переоценил свои возможности как мне кажется с точки зрения того что можно как бы достаточно пассивно управлять регионом и это будет плюс новое место работы васильева мы не знаем просто сказано что вроде как федеральные центры перебирается и вот опять же вопрос как можно помогать не знаю уже будучи не в должности или это просто красивые слова на прощание чтобы во первых я думаю что в любом случае вариант проговаривался да то есть куда он может идти вполне вероятность что это только он просто пока сейчас до назначения и это вообще общая практика там чтоб не сглазить как говорится не озвучивает а то что касается там помощи региона ну я не особо в это верю хотя с другой стороны в принципе там может где-то и будет срабатывать может где-то и поздороваться может лишний раз в киров приедет но смотря на какую должность назначат давайте мы ладно ладно не будем гадать хорошо будем на земле 15 минут и говорим о прежнем губернаторе давайте следующие 15 минут и даже больше про временно я думаю что наверное все таки завершаем нужно сказать что там поблагодарить и глядя владимировича и пожелать ему успехов на любой должности которую он займет вот как бы все таки давайте мы там будем по хорошему расставаться в том числе и с людьми по которому идет вот сейчас да и так уже два дня как временно исполняющая обязанности губернатора кировской области александр валентинович соколов уроженец города костромы по первому образованию учитель истории коллега мой и мой тоже у меня тоже в дипломе написано учитель истории и право вот общество и обществоведение и право александр валентинович тоже обществоведение там присутствует вот давайте два историка третьего историка сейчас обсудим хороший карьерный рост я думаю на все еще раз его позвать хороший карьерный рост для человека ну а давайте вы же как историк может быть слушателем да то есть а ведь в советское время там общественно-политической карьеры всегда строили на людях имеющих либо историческое либо философское образование это кузница кадров было вот и поэтому наш эстфакт нашего педа это был как раз в том числе и кузнецей от тех общественно-политических кадров для региона которые безусловно и в других регионах также поэтому там ничего удивительного в том что люди со сообразованием учителя истории со специальностью да там становятся успешными журналистами и губернатор спасибо да и мы до начала нашего разговора выяснили что вы примерно 15 лет назад еще до с александр валентинович познакомились да послужной список уже скалова известен работал и в костромской области было зам губернатора и последнее место работы его администрации президента давайте поподробнее просто сейчас люди еще мало знают о временно исполняющем обязанности ваше впечатление от знакомства чем занимались чем работали чем занимались да у нас нас вела молодежная политика 2007 году где-то когда примерно 2007 год тогда была очередная волна разговоров о том что молодежная политика неправильно забытая исключена из приоритетов государственной политики и для того чтобы подготовить обоснования для федерального уровня мы предложили на уровне приволжского округа имеется ввиду что это было проходил как раз по линии аппарата полпреда по линии российской союза молодежи мы как бы предложили провести работу связанную с разработкой стратегии молодежной политики на новые рельсы новые новые цели новые задачи обновлений экспертов как раз выступал и александр валентинович который на тот момент представлял национальный совет детских и молодежных общественных организаций и объединений и как бы ну достаточно с одной стороны по молодежному да может тогда еще молоды были вот с другой стороны ну да с каждым днем мы не молоди с другой стороны уже с точки зрения с позиции человека федерального да то есть приближена к федеральным структурам да то есть вот мы в этом процессе тоже непосредственно принимал участие и тогда мы действительно подготовили хороший документ принимали участие представители если мне не изменяет память практически всех регионов приволжского федерального округа это проводилось в рамках такой проекта который называется рост это лагерь рост лагерь российского студенчества в нижнем новгороде и мы на протяжении нескольких дней вот формате вот как знаете показывает госсовет вот когда губернаторы играют в различные стратегические игры вот у нас примерно этот формат тогда-то и происходил педагогическая составляющая конечно но никуда не играется вот но к сожалению там тот продукт который там тогда был подготовлен ну вот так оказался особо не востребован то есть и волна ушла связана с молодежной политикой как раз там восьмой девятый года у нас начались вот но после этого мы воспоминания довольно позитивно очень позитивно и очень было приятно вот в этой команде работать потому что еще раз говорю это не просто там фантазии это вот те фантазии которые там он как человек знающий течение там наверху очень грамотно критично при прижимал к земле и в результате мы там не просто фантазировали что нужно чтобы вся молодежь у нас была патриотически настроена ну как бы это все всем все понятно это все хорошо но как бы это общая такая цель давайте наполним ее на конкретными какими-то промежуточными задачами поэтому этот период был и после этого мы еще там не некоторое время тоже контактировали общались но вот потом он ушел я так понимаю как раз в кострому и мы на какое-то время связь потеряли но на самом деле вот буквально вчера мы уже с коллегами которые с которыми раньше как раз в этой встрече принимали участие уже созванивались уже обсуждали вот это назначение да там хорошо это или плохо для кировской области хорошо это плохо для самого александра валентиновича да то есть как чего ждать и какие могут быть перспективы поэтому как бы все это все помнят и его участие все это как бы помнят что там это был очень продуктивный и очень грамотный эксперт слушайте михаил учислович не буду ходить вокруг да около спрошу напрямую если воскресятся эти связи если вы снова увидитесь и разговоритесь предположение же сейчас есть о том что будет человек набирать команду вот если возникнет такая возможность пойти в команду временно исполняющего обязанности губернатора соколова как к этому предложению отнесетесь я скажу что я наверно готов буду обсуждать но тут же в любом случае нужно по ней будет понимать что команда это команда да то есть это не один человек это это некий набор единомышленников да там у которым понятно цель а для этого как бы нам нужно чтобы этот сформулировал цель управленческой имеется не цель там региональной власти а цели именно управленца соколова то есть и как бы и понимать кто будут рядом находиться люди потому что как бы говорить о том что вот сейчас вот он пригласит и там предложит не знаю там какой-нибудь утрирую утрирую там министерской или зампредотки все я бросил не ну конечно нет у меня был там опыт работы в системе где команда была там крайне тяжелая да там вице-спикер областного закса да напомню и в связи с этим у меня сформировалось определенное негативное отношение в том числе к государевой службе да что психологическая травма можно это назвать практически в зрелом возрасте которая тяжело переносится да вот поэтому нужно как бы хотел бы если подобные разговоры там пойдут то хотелось бы понимать кто еще будет в этой команде ну если продолжать говорить о кадрах команде насколько на ваш взгляд сейчас нуждается в чистке или не знаю можно ли это так вообще называть но пока-то заявления пока громкие не звучат то есть пока работаем будем смотреть в рио собирается тур устроить по районам что разумеется надо познакомиться с областью тридцать девять ведь у нас районов по-прежнему тридцать девять район там учитывая муниципальная круга и так далее эту административную форму сорок три муниципальные ой ну я думаю в месяц-два надо будет ездить а учитывая то что выборы впереди ой надо будет работать ой по дороге сейчас дороги еще ой а вертолетов нет ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой вот так вот насколько надо обновлять команду ну вы знаете в процессе своей деятельности сейчас там я не скажу что контактировал и работал со всеми там министерствами и профильными направлениями но вот из тех с кем мне удалось контактировать я бы честно говоря оставил только курдюмов дмитрий александрович курдюмова заместителя председателя который курирует вот весь социальный блок мне очень считаю крайне важным да если мы говорим о том что все-таки область должна развиваться и считаю что крайне важным было бы вопрос замены нашего министра финансов лариса макоми да я считаю что блок внутренней политики тоже выпадает и это опять же радует что у александр валентинович как раз одно из курируемых направлений в костроме это было как раз направление внутренней политики вот и поэтому как бы внутреннее хозяйство да что у него интерес к этому направлению будет вот а то что касается там остальных направлений ну я еще раз говорю там я не не со всеми с ними пересекался но по крайней мере мне кажется что вот сколько не критиковали курдюмова да там но он создал по крайней мере работающих ведь да там да они закрыты да они ну достаточно агрессивно оборонялись ну по моему вчера выступая с приветственным таким словом александр валентинович сказал что медицина к точкам роста у нас относится вот то есть это знаете медицина и что-то еще это знаете это вот как раз та ситуация когда вот вот эта вот закрытость и агрессивность которые обвиняли там того же курдюма она на мой взгляд дала дает хорошие нормальные по крайней мере работающую структуру что в образовании что в здравоохранении все остальное честно скажу как бы вот культура вызывает у меня большую боль но может там не освоился еще новый зам может ждать от него каких-то сюрпризов положительных стоит и новый зам и новый министр который еще нет а да там тоже в ранге исполняющего то что касается экономического блока да то есть но опять же здесь мне кажется вот опять же может быть ностальгируя да там нужен там человек человек наподобие там павла николаевича ануфриева который будет реально болеть проблемами возглавлял предпринимательства малого малого бизнеса датами будет бороться за них да то есть вот там сейчас как бы ну это это очевидно и об этом там уже 30 лет говорят о том что такие регионы там как кировская область спасет малый бизнес вот там его сейчас надо развивать если мы хотим там экономическую основу какую-то иметь но об этом говорится давно да за малый бизнес мы все переживаем и понимаем как не просто там живется но почему-то от разговоров мы как-то не можем перейти к серьезным конкретного действия надо развивать ну так развивайте сколько можно это же в том числе и проблема территории где вот опять же об этом же тоже много говорят говорилось и многие там страдали от это это проблема контактов и связи с местными так называемыми элитами да то есть если там белых пытался быть равно удаленным какой-то определенные там да то есть ну это на мой взгляд в том числе спровоцировала там ситуацию с тем что там его подставили с тем как он ушел да вот поэтому но с другой стороны без равно удаленности там говорить о том что там откроются возможности для появления и развития нового нового бизнеса тоже тяжело потому что мы понимаем что в кировской области в чьих руках находится и куда собственно вкладываются средства поэтому вот там это наверное после кадров будет вторая сложнейшая там задача есть сложная проблема для соколов о том что как бы вот какую-то позицию выдержать то есть я думаю что там понятно что первое время там два три шесть месяцев там до выборов ему удастся быть относительно защищенным тем что он там назначен президентом его поддержит администрация да а вот потом как и после того как пройдут выборы как он будет выбран он опять будет подвергаться вот этим этому прессу ну в целом вы знаете меня успокаивает так можно сказать то что александр валентинович не совсем не совсем чужой человек что ли да уроженец костромы костромской области очень часто сравнивают с кировской по социально экономическим показателям но сам по себе город костром он поменьше конечно кирова там 300 350 тысяч человек но он поближе к москве и поближе к москве и мне кажется когда написал александр валентинович вчера в своем телеграм канале что расскажите пожалуйста да уважаемые подписчики что для вас что для вас значит до кировской области на что тут обратить внимание мне кажется он немножко лукавит все-таки знает он ну знает но что особо радоваться у нас тут нечему если мне как бы ну там моя интуиция и моя информированность не противоречит то как бы он был всегда близок команде кириенко а кириенко все-таки это привожский округ и там соответственно ситуацию привожском округе на особом сергей владелирович он всегда отдельно держит и соответственно там я думаю что даже курируя предположим госсоветы как начальник департамента да 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 с какой должности он пришел сюда работа там те регионы с которыми у него и был опыт контактов у него в особой зоне внимания поэтому как он правильно сказал я там не скажу что знаю все проблемы да там но я много знаю в регионе ну и отвечая на вопрос соколова что для вас кировской области перед тем как на рекламу уйти что для вас кировской области ну по моему там что-то писали в комментариях да ведь я поздравил удачи да пожелали я пожелал пожелал удачи как бы вы ответили на этот вопрос заданный ну место где хочется жить я бы вот вот это сказал и считаю что к этому надо стремиться там миграционные процессы миграционными процессами да там но даже миграционных процессах есть пункты которые вполне возможно преодолеть для того чтобы показатели отъезда из регионов были сокращены пока они у нас не радуют когда органы статистики они 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 у всех я думаю по большинству регионов россии особо не радуют да там вопрос заключается в том что кто какими темпами там скажем так скатывается и откуда быстрее всего уезжает и возможно вот как раз пять лет васильева это был период относительной стагнации мне кажется в том числе и с отъездом михаил курашин своим особым мнением у нас эксперт в области социальных проектов пришло время небольшой рекламной паузы через минуту мы продолжим особое мнение на 101 fm продолжаем особое мнение михаил курашин эксперт в области социальных проектов давайте поговорим о том что будет через несколько месяцев уже много раз упоминали об этом в сентябре у нас должны быть выборы вообще есть уверенность там что они действительно состоятся стопроцентная уверенность что мы сейчас о выборах какие говорим губернаторы и собственно но я думаю губернатора первую очередь губернатор я думаю что наверное все таки состоятся да то есть вот как бы он июль август 4 месяца вот эти решения решение по замене там пяти губернаторов это как бы лишь подтверждают что они состоятся серьезно настроен федеральный центр по крайней мере тоже администрация президента не под не припомняя случаев до когда временно исполняющий обязанности главы региона не побеждал на этих выборах ну что делаем ставку на то что александр валентинович наш полноценный губернатор в ближайшем будущем слушайте я вот просто вот чисто эмоционально хочу чтобы он стал губернатором да там и хочу избранным собственно там и посмотреть и почувствовать что есть другая другое отношение власти там к той территории в которой они находятся и есть реально люди которые готовы вносить изменения связаны именно с улучшением по крайней мере то что заявлено александр валентинович вчера на встрече и поэтому как бы да у нас я все-таки там хочу кировскую область поздравить с новым губернатором все равно будет новый для нас вот ну и я хочу поздравить с новыми надеждами то есть для нас это действительно надежда и главное чтобы они оправдались эти надежды не сложилось бы так что прошло определенное количество времени и опять бы возникло какое-то разочарование но сделанным или не сделан тут понимаете как только начинается процесс любой деятельности всегда будут те кто будут говорить видеть плюсы и будут те кто будут критиковать да то есть это этому тоже на уметь противостоять что тебя начнут бомбить а вот чтобы не произошло ситуации мне на самом деле там за того же игоря владимировича обидно что даже там пресс-служба не попыталась там в медийном поле каким-то образом сделать позитивное прощание с губернатором подвести какие-то позитивные итоги да то есть оставить все на самотек где начался вот этот поток но может это было решение самого игоря владимировича скорее скорее но уехать уехать нет вырваться отсюда ради бога но мы же говорим о том что власть в том числе и заботиться о том с каким лицом она перед народом выступает на уровень доверия власти безусловно и когда там смена руководителя не сопровождается нормальной информационной компанией что да он там уходит но он был молодец насколько помню показатель на выборах у васильева был 64 по моему 63 процента в семнадцатом году вопрос моральной ответственности до перед а теперь да теперь там человек ушел и там его вытирают там крайне быстро вообще из истории но это неправильно а если партийно-политическую плоскость еще этот вопрос перевести можно ли расценивать уход васильева такой быстрый как очередной удар по единой россии он же все-таки еще и секретарь рек отделения да нет нет ротации тут же на этом тоже уровне надо будет решать кто будет очередным секретарем понимаете это это как говорится это там уже те кто находятся в около партийной там теме эти вопросы вспоминают спросите население они там помнят о том что он был секретарем рек отделения единая россия я думаю нет мы недавно опрос проводили по поводу владимира быкова так уже и многие его не помнят что он был главой города на протяжении почти 10 лет нет это ротация другое дело что опять же давайте мы вспомним что секретарем то он стал ведь недавно да и это как раз приводилось в качестве аргумента что он остается раз его избрали рек секретарем вот это там типа это работа на перспективе либо это опять же там закулисные игры москвы ну либо какое-то неразумное решение то есть назначить человека чтобы скрыть то что он там будет уходить и потом провести подобные ротации не я думаю там на единую россию больше там другие факторы влияет на ее рейтинг нежели нежели васильев самое наверное там показательно для нашей области это там работа формате городской думы вот собственно до оставшиеся несколько минут я предлагаю поговорить о гордоме о выборах в кировскую городскую думу которые тоже должны осенью этого года состоятся праймерис да уже вовсюду в сми мелькает праймерис единой россии известные лица заявляются уже на субботники выходят на субботники выходят в общем движуха как мы любим говорить движуха движуха и в этом году по крайней мере у меня такое ощущение что более активно это предвыборная кампания будет проходить новые лица возникают возникают лица которые ранее вроде открещивались от этой политической деятельности сейчас они снова приняли вроде решение попытать свои силы в городской думе вы как воспринимаете все эти процессы есть что-то необычное что-то интересное что можно выделить вот сейчас не я думаю что я бы отнес нынешнюю ситуацию к такому легкому разбодяживанию болота да то есть поясните пожалуйста но имеется ввиду что назвать это уже там начинающейся избирательной кампании еще нельзя ну информационная так это да информационная медийная компания это просто упоминание о себе формате там знаковых дат то есть 1 мая 9 мая на там подарки встречи города да то есть как бы по большому счету все понимают что это последние вот такие знаковые даты дают там сентября месяца когда можно там себя себя показать вряд ли там 12 июня будет партийно там также достаточно активно а дальше народ уехал в сады уехал я прошу нашего звукорежиссера помочь нам со звуком до зайти просто не маним небольшой как помехи какие-то пошло здесь у нас да сейчас ничего наш эксперт подойдет нам поможет так продолжайте не закончили мысль поэтому продолжайте продолжать сейчас вводим наш звукорежиссер он поможет у нас видимо что с коммутацией проблемы вот сейчас все нормально вот все хорошо поэтому я думаю что пока еще там рано говорить о том какая будет избирательная кампания понятно что выборы в зс показали слабой позиции единой россии по большинству округов в городе и это головная боль и проблема будет для единой россии очень надеюсь что там это будет не первое действие которое совершит наш новый губернатор тем чтобы там пытаться помогать единой россии вылазить в городской думе это дает гарантии что выбор действительно могут оказаться достаточно непредсказуемы с точки зрения результата но вопрос следующий связан с назначением главы города да там и вот после выборов да и вот тут как раз уже будет достаточно интересно если дума будет серьезным оппозиционным представительством да то назначение главы это будет очень такой серьезный процесс серьезных даже не столько с точки зрения того чтобы его назначить а сколько как он потом будет работать в такой ситуации да в такой в такой команде да я вас сегодня как-то все склоняю к тому чтобы сотрудничать не знаю губернатору новому пойти у вас амбиции депутатские нет 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 я еще раз говорю там я вижу себя все таки во первых членом команды и я пока не вижу там в тех же партиях команд да то есть потому что достаточно показательные конфликты в предыдущего созыва когда даже по особо важным вопросам лдпр сср и не могли договориться там каким-то общим решением да там в результате сейчас они потеряли там должность зама да то есть тоже из-за того что не смогли договориться это как бы ну не командная работа вот я не собираюсь честно говоря там в депутаты эти там готов сотрудничать с депутатами на то есть если они готовы там как бы слушать и помогать что-то развивать предложение достаточно много вот но там на уровне помощник и может быть даже просто так в принципе в нынешнем созыве городской дума у нас есть люди которые активно высказываются и критикуют чиновников из городу из городской администрации ну а если так на это все со стороны взглянуть то особо ничего и не меняется почему почему такая ситуация ну потому что то вообще депутаты наши городские потому что общее отношение в системе государственной власти сегодня говорит такое меньше говори меньше реагируй меньше совершать тело движения так это ж собака лает караван идем ну понимаю не не человек получается машина который выполняет только свою функцию без без эмоций без ничего ну как бы вот к этому к этому выстраиваться государственную систему что она должна быть как работать как машина да там не реагировать ни на что ну потому что на самом деле там вот после того что там тоже там высказывается в адрес главы города со стороны оппозиции ну мне кажется в нормальной европейской стране там уже глава города ушел в отставку на то есть у нас как будто что-то главу держит а у нас вообще ведь ничего не никакой реакции не да то есть у нас читаешь релизы по итогам заседания что зак собрания что это самое все чистенько выглажено и блестит да там хотя есть высказания да там но на эти высказания нет никакой реакции как во время заседаний да там содержательные реакции да то есть так и после не так может быть в том числе и поэтому в народе бытует мнение что и что и чиновники и депутаты они все там в одной команде и все одним миром мазаны и собственно вот создают только видимость какой-то дискуссии ну критики друг друга на самом деле ничего не два года назад уже выносил идею о том что в регионах депрессивных регионов с большим дефицитом законодательное собрание не нужно вообще да я помню но как бы по логике там я считаю там до сих пор что у него нет содержания работы да то есть нужно принимать законы связанные с развитием то есть это не принятие законов о приведении в соответствии с федеральным вот для этого не нужно загсобрания то есть а это свои законы по развитию а когда у нас говорят о том что денег нет когда у нас минфин перерубает любой кислород а там руководство исполнительной власти занимает пассивную позицию невольно возникает вопрос зачем тогда там нужен депутатский корпус чем-то нагромождение себя структуры органов на там 48 их 54 там 10 человек 120 там как бы и даже